В Казахстане разрабатывают проект по переводу электронной цифровой подписи на сим-карты. Мобильная подпись будет поддерживаться как смартфонами, так и традиционными сотовыми телефонами. До конца 2014 года планируется предоставлять 50 услуг и сервисов с подключением 500 тысяч абонентов. Роман Копняев расскажет о ноу-хау. Электронно-цифровая подпись ЭЦП – это аналог собственноручной подписи, которая используется для придания электронному документу такой же юридической силы, как если бы этот документ был на бумажном носителе с подписью и скрепленной печатью. ЭЦП дает возможность получения электронных услуг государственных органов в любое удобное для вас время – круглосуточно 7 дней в неделю. В ЦОНе-Уральск отметили, что на данный момент они уже выдали более 20 тысяч электронных подписей. При помощи цифровой подписи можно все услуги, которые находятся на электронном правительстве, получать с помощью этой подписи. Не только адресные справки, пенсионные отчисления, можно получать справки по недвижимости, можно также регистрировать после нотариуса недвижимость также посредством этого портала. Что еще? Заявление в ЗАГС подавать, да. Также очередь в детский сад, также проверять очередность, можно недвижимость проверять, если кто в очереди стоит на недвижимость. Уже сейчас электронное правительство стало мобильным. Внедрение проекта рассчитано на трехлетний период с 2014 по 2016 годы. На данный момент сейчас действует мобильное правительство, то есть при регистрации клиента на портале электронного правительства можно еще зарегистрироваться на мобильном правительстве. То есть что это означает? Значит, мобильный телефон клиента привязывается непосредственно к электронному правительству и всякие изменения в законодательстве, допустим. Или же человек, клиент нарушил штраф ПДД, автоматически осведомляется с помощью данного мобильного правительства. Жители города уже активно пользуются возможностями, которые предоставляет электронное правительство. Очень удобно, потому что раньше, как было, мы занимали очереди, стояли полдня, даже день за день вперед. А сейчас за полчаса, за 15-20 минут мы все управляемся. Очень выгодно. Мы приходим. Я вот пришла минут 5 назад, и у меня уже все сделали для работы, для личной, документы для детей. Ну, в общем, что касается жизнеспособности человека, она очень необходима и очень сейчас выгодна. В целом к мобильному правительству планируется подключить 3 миллиона абонентов и мобилизация 100 услуг. Это позволит улучшить показатели экономического развития государства за счет предоставления комплексных услуг для населения. Роман Копняев, Айбулат, Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Из-за нехватки рабочих рук в селе Даринское урожай овощных культур не был собран вовремя. Найти желающих работать в поле для владельца одного из крестьянских хозяйств оказалось непросто. Сельчане трудиться не хотят. В результате почти с двух гектаров местные жители унесли по своим домам капусту просто так. Олег Великий расскажет подробнее. Земледелем Анатолий Лебедев занимается 7 лет. Все время он арендовал землю у местных фермеров, а в текущем году решил взять ее у государства. Урожай посадил, вырастил, а вот собрать не получилось. Привлечь местных жителей к сельскохозяйственным работам оказалось непросто. С рабочей силой беда, можно сказать, беда. Настоящая беда. Объедешь с вечера, наберешь, вроде 8 человек, кого попало. На утро 1-2 выходят, едешь в тракторный прицеп с женой, и вот что 2-3 человека, что сделаешь. Из посаженных двух гектаров собрать удалось только четвертую часть. Крестьянский труд дело, конечно, непростое. Работать приходится с утра до позднего вечера и в жару, и в холод. Но учитывая безработицу, тем более на селе, это вполне нормальный труд, считает владелец крестьянского хозяйства. Но местные работать не хотят. Сейчас они просто приходят и собирают для себя оставшийся урожай. Молодежи очень мало. Вот идут те, кому необходимо, например, дома, чтобы на столе был хлеб, соль. Вот для этого дело. Газ и свет погасать. Тут много, конечно, на этих овощах не заработаешь, могу сказать. За помощью к местным властям Анатолий Лебедев не обращался. Как и ранее, в Советском Союзе уборкой урожая всем селом не занимаются. А заставить работать сельчан никто не вправе. Со стороны государства, крестьянским хозяйством, оказывается, поддержка, в частности, это удешевление стоимости до 50%. Это стоимость удобрений и гербицидов. Также вот это выдается удешевленный горчисмазочный материал. Вот такие государственные поддержки оказываются. Где брать рабочую силу на следующий год, Анатолий Лебедев не представляет. На местных безработных рассчитывать бессмысленно. Одна надежда на школьников. Возможно, они, конечно, с разрешения родителей и во внеурочное время придут на помощь. Олег Великиман, Арбекушалий, Фрустам Джумашев, телеканал ТДК-42. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин